Концепция, идея, о которой мы уже долго проговаривали. Если на этом этапе еще как-то можно постараться и действительно ее найти, то следующий этап – это все-таки финансовые затраты. Это команда. Короля делает свита, король без свита – не король. Аналогично также я. Начинала я сама, ну, с братом, да, потом все-таки начали прибегать к специалистам один, другой, третий. И сейчас в команде работает более 10 человек, кто-то на постоянной работе, кто-то на аутсорсинге, кого-то мы привлекаем. И, к сожалению, к счастью, это зарплатный фонд. То есть с кем-то вы можете сотрудничать на взаимовыгодных условиях, но кому-то все равно придется платить. И нужно понимать, что чем раньше вы с этим сможете делегировать свои полномочия, ну, это как в бизнесе, сможете делегировать полномочия кому-то и доверить, найти своего личного хорошего человека, тем быстрее у вас все получится, не надо будет. Я лично не выставляю ни один пост, я сразу говорю, потому что меня не заставить это делать, тратить столько времени на то, чтобы выравнивать и отмечать 25 отметок, которые мне постоянно в каждом посте, писать текст и так далее. Я пишу тексты, я делегирую все у меня в группах, все в чатах, мы заранее планируем контент, я могу заранее планировать, могу экстренно что-то найти и сказать, нет, ставим это. У меня сидит специальная команда, которая делает видео, которая пропадает фото, пишет текстовики, тексты со мной согласовывает, вот, и креативно еще есть люди, которые помогают, ну, в основном, конечно, креативно, я там несколько человек, но мы смотрим еще идеи от тех людей, которые на аутсорсинге. Фотограф, сторимейкер, сценарист, копирайтер, если вы обратили внимание, у всех инфо-цыган с этим пунктом отлично. Сразу скажу, что Инна Тлеотшинова лично с ней знакома, да, им помогала на начальных этапах, до сих пор мы с ней общаемся, дружим. Спорный момент, помогает ее метод или нет, но то, что она большая молодец и бизнес-вумен, прежде всего, это да, потому что у нее есть команда, она сама ничего не выкладывает, ничего не делает, даже эфиры четко прямые планируют ее команда, тайминг, время, кто подключается, все. Она сразу же делегировала, понятно, что, может быть, команда ее на начальных этапах и по деньгам обманывала, и я видела эти моменты, пыталась ей даже что-то там на этот момент раскрыть глаза. Она сказала, так, мне не нужно, мне неинтересно, я вижу результат, я готова вкладывать еще больше. То есть человек бизнеса, он будет идти рисковать и будет вкладывать еще больше в свою команду, доверять ей, чтобы увидеть результат. Если вы, конечно, не видите результат, такую команду надо понять, набирать новую, но без команды, сразу говорю, масштабирование тяжело будет достичь, как и в любом бизнесе, но вы же не будете всем стричь волосы и красить одновременно, у вас придет 20 человек. То же самое здесь, если у вас огромное количество рекламы и прямой эфир, и нужно сторис выложить, и все это делают несколько людей с разных аккаунтов. У Бузовой команда тоже большая, довольно-таки, ну, чтобы вы понимали, там тоже все заранее спланировано, сериал она снимает целый день, мне это кажется, что все это, ну, только ее эмоции и так далее, на самом деле нет. Это все продумано заранее, интегрируется пропаганда определенная, интегрируются рекламные продукты, все-все-все грамотно раскладывается, разогрев аудитории, прогрев аудитории, подогрев и так далее, тоже все это есть. Третий пункт – это инвестиции. – А, и вопрос, да, 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 да. – Да, давайте. – Про стоимость работы команды, как вы ее оцениваете? – Есть определенные… – Нет, нет, подождите, я тебе говорю о том. – Если, предположим, некая маржинальность вашего аккаунта, то условно вы его оцениваете, там, 500 000 рублей в месяц. Вот какую сумму, какой процент должна забирать в этой маржи команды? Первое время 100% должна занимать команда, даже больше. То есть за какой период? Время или нет? Ну, я думаю, что через месяц, через два вы уже выйдете на более-менее какую-то окупаемость. Просто вы первый месяц не будете 10 человек нанять, а нанимете одного. Смотрите, первый месяц вы наняли одного за 30 тысяч. Постарайтесь, первый месяц, даже если вы не заработаете 30 тысяч, ничего страшного. Я думаю, для того, чтобы вложить в дело, можно потерять эту сумму. В вашем городе можно найти специалиста, который будет выкладывать посты и делать красивые сторисы. За 20-15 тысяч, честно, удаленно берете с других ближайших городов, которые не могут, и все. То есть в нашем городе, в Москве, ну, в моем, да, можно найти за 20-30. В вашем, я думаю, за 15. Вложили, работает, пытаетесь. Есть люди, которые в команде занимаются рекламой у меня. То есть они просматривают всякие рекламные места, где что рекламируется, пишут рекламодателям. Есть пиар-агентство, в которое вы можете встать, как начинающий аккаунт, как начинающий блогер, которые будут вас интегрировать, давать вам рекламу. Она будет недорогая, 5 тысяч рублей, там, не знаю, сторис, пост. Но благодаря этой рекламе вы хотя бы выйдете на окупаемость. Или вы будете продавать что-то, какую-то продукцию свою, да, и то же самое, там, майки, не знаю, что угодно, какой-то курс запаковали. Вот у меня просто мамочка, она не какой-то блогер, ничего, она просто очень классно рассказывала про своего ребенка, и ей посоветовали сделать инфокурс по материнству. Она продала за 1000 рублей, продала на 100 тысяч за первый месяц. Она была в шоке. Она говорит, а что мне говорить? То есть она написала этот курс, просто написала, но его не сняла. А что мне делать? Она говорит, а делай то, что ты делала, продала курсы, а надо же людям дать контент. Вы продаете вначале, а потом пишете контент. Если вы не продали курс, вы не пишете контент. Вы возвращаете деньги, либо перекладываете. Это бизнес. Вы не записываете его до. Смысла нет, если у вас нет аудитории, у вас два человека, что там записывали, сели да поговорили. Вот вам бесплатная консультация. Понимаете? Поэтому все, подходить к этому надо как к бизнесу. Но есть люди, которые готовы вкладываться сразу много в команду. Тут все индивидуально. Если вы не готовы, делайте по бартеру. Я вот об этом сейчас и хочу рассказать. Что инвестиции могут быть денежные, финансовые, а могут быть бартерные. То есть вы, например, наняли какого-то человека, вам ведет Инстаграм, а вы ему красите волосы, ногти. Я сейчас не могу себе платить вообще. Ну, это главное, чтобы это работать. То есть у меня есть опыт и бартер. То есть, в принципе, нормально люди работают, им интересно. Анна, у меня еще один вопрос. Не, не дам я вам. Да, да, да. А если говорить, предположим, о микроблогах, да? Я слышала о том, что сейчас космические руководители ориентированы больше на микроблогеров, да, на местных. Именно потому, что там более живая аудитория. Да, да, потому что там аудитория на микроблогах. И она новая. Вот об этом-то и речь. Почему я и советую многим создавать новую аккаунт. Да, новая аккаунт. А там дублировать материал, получается, или как? Дублировать? Нет, ни в коем случае дублировать нельзя. Он может быть похож, но снят на другую камеру, на другой телефон. Как правило, сейчас даже мы тиктоки когда-то снимаем с тиктокерами, и вы, наверное, тоже, да, раз у вас только большая аудитория. Тикток там, я так это не особо прям круто веду. Я к тому, что на два телефона снимаем, на три, чтобы не дублировать контент. Нет, по пикселям там тоже, к сожалению, видео не вылетает, если с одной камеры снять. То есть надо второй телефон заводить? Друзьями сняли, друг другу по аэрдропу скинули. Все, вот два человека стало, сняли один на тот же тикток на два телефона, по аэрдропу скинули друг другу. Вообще всех одинаковый телефон. Дело не в разнице в телефонах, дело в разнице. У каждого телефона имеет свою модель, там пиксель, шифровка другая, техническим языком. По образованию я инженер-комисс-программист, я понимаю, но трудно донести. Да, нельзя. Или чуть-чуть ракурс нужно поменять, или чуть-чуть суть раскрыть по-другому. Ну, желательно, конечно же, чтобы аккаунты, они могут быть одной направленностью, одной идеей, но они должны иметь немножечко отличающийся контент. Ну, а в тикток, в инстаграм можно же одно и то же укладывать? Или опять разные телефоны? Тоже, да, обязательно, желательно, чтобы хотя бы с другого ракурса, или смонтировать по-другому. Ну, это же можно все сделать, это несложно. Другую обложку поставить, ну, хоть какое-то отличие. Музыка другая. Да, да, чтобы было какое-то отличие. Потому что, ну, копии, ну, как и копии во всем, да, люди посмеются, скажут, ой, что-то за бедляшка. Вот, ну, нет, лучше хорошо вести от души и делать. У вас был вопрос. У нас еще вопрос. Как вы отбираете людей в команду, и как оцениваете профессионалиста? Ой, вы знаете, столкнулась с такой психологией, новой крутой темой, это цифровая психология. Всем советую изучить, даже могу дать специалисту, Вера Ганеева, она рассказывает, как по дате рождения, именно по, даже просто, цифре. Например, я 13 июня, я четверка. А кто еще раз повторять? Вера Ганеева, цифровая психология. Она очень добрая, отзывчивая, многое делает, помогает бесплатно, можно почитать ее инстаграм. Вот, я с ней сейчас тоже детально занимаюсь, прохожу с ней, повышаю свои эти техники развития. Крутая, раньше интуитивно подбирала, и методом проб и ошибок. Но это уже не камельхо, надо все-таки людей изначально подбирать. По дате рождения есть, если затронули эту тему, сейчас расскажу, от 1 до 9 есть типы, как же они называются, архетипы личности. Грубо говоря, первая единичка, это 1, 10, ну, и все, если... Солнце лидер. Это люди, которые лидеры. То есть, их нельзя брать на какие-то низкие позиции. Мыть полы, этот человек не будет. Он будет делать все так, чтобы вы его не ставили. Там, двойка, это мямление. Ну, человек, который колеблется. Его надо ставить на другие какие-то позиции, где есть жесткий начальник. Это не говорит о том, что он неталантливый, там, или еще что-то. Но ему нужен руководитель, вектор. Тройки, это люди, у которых там очень талантливые, очень креативные, но у них большие хаосы, нужна дисциплина. Но там у каждого архетипа личности также есть наука сюдзай, но она более сложная. Вот цифровая психология, она проще, вот прикладная. Вот пришел как человек, дата рождения, вы даже на этапе собеседования посмотрели. Ой, этот очень неплохо. Смотря на какую должность. Четверка, это я. Мы мотиваторы, мы трансформаторы, мы создаем новое, мы ведем за собой людей, мы должны преображать пространство. Но нас нельзя награничивать в жесткие рамки какого-то графика. Мы очень креативные, яркие, даем большую дачу, когда нам, наоборот, как-то мотивируют нас, не давят на нас, дают нам свободу. К каждому архетику личности есть подход. Пятерка, шестерка, семерка. Восьмерка, это только прагматичность, только финансы. Это хорошо вот бухгалтера, которому вообще ничего не зачешешь. Ему вообще не до душевных проблем человека. Он будет сидеть, считать и скажет, да, о, сейчас все плохо. Говорит, ну ладно, так, завтра похуй, завтра надо выйти на работу. Вот такого человека надо ставить на должности, которые связаны с расчетом, с финансами. Девятка и так далее. Там, ну, 9 архетипов. Вот, и сейчас, в данный момент, уже новых людей в команду, даже танцоров мы набираем. Ну, на самом деле, моя команда уже много лет работает, фу-ту-тфу. Не нуждаемся особо вот в наборе. Пришлось столкнуться с тем, что спустя два с половиной года водитель, у меня очень взрослый, набрала, взяла сейчас новых молодых водителей, тоже сразу же посмотрела архетип. Один у меня лидер подрастающий. Я понимаю, что он ненадолго, потому что он стремится, развивается. И как-то единички, они, как правило, камуфлируются под простеньких таких. А потом, ух, как выйдет все это дело. У меня лидер мама, например. То есть все в семье вращается вокруг мамы, несмотря на то, что она мягкая, добрая, пушистая, но все вот вокруг мамы вращаются. А есть такие люди, которые притягивают к себе всех. И я тоже вот смотрю, как бы, как это все.